Энерджи Драгон. Разбуди в себе Дракона. Один удар один нокаут по моему для тебя это впервые как удалось настолько уверенно финишировать соперника на самом деле это не случайный нокаут потому что тренера могут подтвердить Мурад Бичуев, Сайханжи Малдинов, Арби Джамбеков, Духуа Берзанукаев так что все тренеры знают что мы это отрабатывали. Несколько раз ударить с разорота у Шира, потом отвлечь и ударить голову в Румуашину. Именно в этой подготовке мы делали это. На самом деле я не ожидал что так получится. Главное мы на тренировке это делали и в бою это получилось. Знаешь, тренера с этим угадали. А знаешь, вот в начале этого поединка, в начале раунда ты пару раз прикормил его у Шира в корпус, пару раз ты с рук тоже атаковал корпус. То есть получается это была такая целенаправленная работа чтобы он опускал руку до корпуса и перевести на голову? Не, знаешь как. Именно у меня план был такой. Отбить локкиками ноги, потом именно руками работать корпус. Потому что на тренировке тоже у меня получается пробивать корпус хорошо. И с разорота этот удар я постоянно делаю. Наверное многие это уже знают. И я изначально хотел чуть корпус пробить и потом чтобы у него функционалка чуть подсела и дальше работать. Второй, третий раунд уже темп поднимать. Такой был план. Ну, получилось так получилось. Знаешь, Магомед, когда сейчас читаешь комментарии к этому поединку, когда читаешь комментарии к твоим тренировкам, везде такой самый популярный вопрос. А что мешало Магомеду так же выступать в UFC? Как ты бы ответил сам на этот вопрос? С одной стороны, именно в UFC, когда я дрался, слишком много внимания было и давление было. Из-за этого я много переживал. Хоть и настраивался, хоть и готовился очень сильно. Но все равно вот это давило с одной стороны. С другой стороны, на 57 килограмм, когда я гоняю, мне приходится по 16 килограмм где-то гонять. На 61 я на диете. Без этих. Без гонок особо. Без гонки даже. Я скидываю на 61. А дальше то, что остается на 57, это мне очень трудно. И из-за этого я, скорее всего, я не восстанавливаюсь. И в бою такой скорости и мощи у меня не бывает. А на 61 и мощ хватает, и скорости хватает. И восстанавливаюсь тоже хорошо. Ну, на самом деле, когда я с Чистяковым дрался, я весил только 65 килограмм. Я почему-то не успел набрать вес. А в бою с Прайей я специально за три недели только на диету сел. И за короткий промежуток вес скинул, чтобы хорошо набрать вес. И на 68 даже я поднял вес. Из-за этого. Ну, это я специально сделал, потому что он был крупный, и с ним надо было именно физики чуть прибавить. А так вот это насчет твоего вопроса, скорее всего, из-за весогонки таких, из-за давления вот этого всего, переживания, наверное, из-за этого. Знаешь, на самом деле, действительно, вот каждый твой новый поединок в лиге ACA, ты выглядишь все более и более впечатляюще. С Жозьелем, с Сильвой был хороший бой, но он какие-то вопросы, может, оставил у людей. Но в целом был неплохой, хороший бой. Дальше с Чистяковым более уверенное выступление. И вот сейчас, ну, это, я не знаю, наверное, лучше невозможно выступить. И я тоже заметил, что в этом бою ты выглядел очень мощным. Видно было, что ты набрал вес. Получается, что ты уже закрепился снова в категории 61. И есть ли вообще у тебя мысли какие-то по возвращению в 57? Или дальше ты уже будешь строго в этой категории выступать? Еще я знаю, что хотел отметить. Многие пишут именно UFC, там он не химичился после UFC. Меня это удивляет. UFC, когда я был, сколько раз меня тестировали в UFC. Никогда у меня проблем с этим не было. И сейчас у меня с этим проблем нет. Никакой химии. Просто любой человек может посмотреть на мое тело и сказать, я химичился или нет. Я когда меня этот Загорский объявлял, я смотрю наверху экран и на себя смотрю. Утром у меня пресс есть, все нормально вроде, день боя. И вечером, когда бой, я смотрю на экран, когда меня объявляют. Удивился, елки паха, где мой пресс? Нету. Ничего нету. И пресс нету, бицепсов. Ничего у меня нету. Если я химичился бы, это все у меня было бы. Так что, пускай я знаю, здесь химиков нету. Вот. Что ты там дальше спросил? А насчет того, что вот, закрепился ли ты в 61? И есть ли у тебя мысли уже дальше выступать в этой категории строго? В общем, оставил ли ты мысли по тем моментам, чтобы вернуться в 57? Насчет этого, Астанбек, знаешь, сейчас, после боя, я в Сочи после боя вес не набрал. Я сразу подготовку начал. У меня вес максимум на 70 кг поднялся. И то после тренировки 68, чем-то вот так вот было. А до этого, когда я на 57 скидывал, у меня вес поднимался до 73. Далее почти 74. Я не знаю почему. Я много не отдыхал, но все равно вес, когда ты много гоняешь, у тебя вес тоже много поднимается. И на 61 я много не гоняю, вес тоже не поднялся. Получается, я меньше. На 61, когда я гонял, я 69-68 оттуда спускался. На 57 гонял, 73 с половиной вот так оттуда гонял. Но сейчас, если спуститься на 57, я думаю, трудно по-любому будет, но полегче, чем раньше. Но я пока что не хочу, раз начал на 61. Пока я в лиге на 61 дерусь, поделюсь, посмотрю, что как получится. Если дальше не будет получаться, может, на 57 спушусь. Но если там конкурентный такой, интересный для людей такой громкий бой будет, то можно на 57 тоже. Так что... И 57, и 61, но на данный момент хочу чуть-чуть 61 еще подраться. Твой нокаут облетел все ведущие паблики, можно сказать. ММА Джанки, Ариэль Хальвани, один из ведущих спортивных аналитиков, ММА тоже выкладывал твой нокаут. Как ты считаешь, будет ли он номинирован на нокаут года в итоге? Надеешься ли ты на это? По правде, меня это не волнует, Сосомбек. Нокаут года. Что от этого будет? Ничего не будет. Для меня главный бой я выиграл перед своей публикой, перед главой всеми. Здесь такой эффектный нокаут. Вот это меня радует. А так, многие мне отправляли именно в Твиттере, кто там что писал насчет этого. Даже Али Абдул-Азиз мне утром звонит на второй день после боя. Мой нокаут показывали на СПН, что ли. Но именно этот канал в Америке такой известный. Ну, многие скидывали, да. Али обратно в UFC не звал тебя, когда звонил? Насчет этого тоже я с ним разговаривал. Не только. Насчет Али я не буду ничего говорить. Но предложения и есть, и с Беллатура тоже есть. Так что, этому я с тобой потом пообщаюсь. Так что, после этого нокаута, если честно, предложения есть. Особо там никому ничего не говорил. Вот и все. Главное, я боюсь Лиги AC. Так что, продолжаем гонку там. На этом же турнире ты стал свидетелем главного поединка вечера. Твой одноклубник Адул-Рахман Дудаев уступил в очень драматичном поединке бразильцу Джубелео. Что ты можешь по этому бою сказать? Как ты считаешь, в чем причина поражения Абдул-Рахмана? И насколько тебя сильно впечатлил Бразилия Джубелео? На самом деле, Джубелео сильный соперник, хороший боец. Многие наши ребята уже выиграл. И Роман, я уверен, что он вел этот бой. Он самый такой нужный момент. Он голову потерял, когда он сам смывальший, по-моему, нокдаун сделал. Решил добить, руки опустил и начал рубиться. И в тот момент, тот даже не смотрел, такой удар нанес. Роман тоже поплыл. И дальше он не смог его финишировать, Романа. Потому что он тоже иногда не был. И Роман иногда не был. Он удушающе держал там. И такой хороший бой был, на самом деле. Роман, ну и это колено, любой может пропустить. Сегодня Роман, завтра Джубелео может пропустить. Так что, побои Роман вел. Я думаю, он как раз сделал то, что ему нужно. Он специально такое с первого раунда темп дал. Знаю, что у него функциональка хорошая. И он все правильно делал, на самом деле. Что поделаешь, вот так вот. Иногда этот финиш такой, именно солнечное из пяти не попал. Ты до боя говорил то, что тебе не интересен пояс, пока он находится в руках у твоих одноклубников. Что ж, теперь чемпион Джубелео, он продолжает им быть. Абдурахман со второй попытки не смог завоевать этот пояс. И не нужно быть, наверное, экспертом, чтобы понимать, что в обновленных рейтингах ты, наверное, будешь на первом месте. Интересен ли тебе титульный бой в Джубелео? Как ты считаешь? Понятно, что ты этого достойен. Готов ли ты к этому, скажем так, морально? Ну, изначально, когда я в ACA подписывался, такой разговор был, ты тоже свидетел. Ты это знаешь, что мне не интересно там пояс и так далее. Я хочу просто бои проводить, радовать зрителей и все, почаще драться. Вот такой вот план был. Но планы тоже, сам знаешь, меняются. И меня не интересовало рейтинги, кто там на верхушке и какой у меня там рейтинг будет. И даже сейчас, если я буду на первом месте, если лига скажет, руководство скажет, что именно ты должен подраться с ним с радостью. Не моргнув глазом, я соглашусь. А так, если другие ребята, другие бойцы, наши ребята, то если заслуживать, пускай они дерутся. Если они не хотят драться за пояс, я подерусь. Я здесь в любое время. На самом деле, ты в таком уникальном положении находишься, Магомед. Ты можешь стать первым бойцом, кому удалось завоевать чемпионские пояса в лиге ACB, WFCA и ACA. До тебя такой шанс был у Рахмана, ему не удалось это сделать дважды. Но вы два человека, которые имеете уникальную возможность войти в историю. Вот это тебя как-то дополнительно мотивирует? Вот как раз когда ты этот вопрос сейчас задавал, я хотел сказать, вот это уже мотивация. Вот это уже реально. Так, если с ним бой будет, на самом деле, я думаю, я хороший бой сделаю с ним. И зрителям это будет интересно. Если, как я говорил, матчмейкеры и руководство все согласятся, то давайте сделаем. Какие проблемы? Что нам мешает? А как ты, вот если немного поподробнее остановиться на сопернике, как ты считаешь, в чем наиболее опасен Жубе Леву? Вот когда смотришь на него со стороны, кажется, что боец такой без хитрости. Прямолинейный, но очень взрывной. Он так или иначе и справа бьет, и левая боковая, и колени у него есть. Что для тебя самое опасное в поединке с ним? Я думаю, правый удар у него хороший кросс, на самом деле. И левый тоже неплохой, он с рук хорошо бьет, но именно один удар. Не серия, а один удар, он хорошо вкладывается. Но если каждый раз он будет так вкладываться в удар, он после трех раундов выдохнется. Если меня спросить, что я делал бы, я бы побольше двигался бы. Ну, я бы тоже, как Роман, в первых раундах постарался бы темп поднять. Два раунда где-то такой большой, хороший темп держать. И дальше уже, я думаю, именно насчет функционалки. Он, наверное, намного больше гоняет, чем я на этот вес. И он начал бы уставать, у меня функционалка на пять раундов хорошая. Я это знаю, именно из-за функционалки крайних раундов, если бой подлился бы, у меня такой план был бы, именно в чемпионских раундах выигрывать и загнать его. Так, борьба тоже на уровне у него, колени, как ты говоришь, хорошая. Срок хорошо бьет, но я думаю, у меня техника намного лучше, и я быстрее, чем он. И борьба у меня хорошая. Я не помню, что именно в ММА хоть один человек мне проход ноги сделал, я это не помню. Надо посмотреть бои, но я не помню. Вот один человек мне проход сделал и удерживал внизу. Да, было. ЮСи там за спиной один держался. Но я один раз, по-моему, лежал из-за своего броска. А так, процент защиты у меня от борьбы тоже хороший. Партер я тоже хорошо чувствую. Именно я к чему это говорю. Именно если нужно в партере с ним работать или в борьбе работать, со стойкой работать, я могу во всех аспектах с ним работать. Наблюдая за твоей карьерой, сейчас возникает такое ощущение, что ты обрел вторую молодость. Можно сказать, у тебя второе дыхание открылось. У тебя были очень неудачные два года, с 17 по 19. Вот сейчас ты обретаешь себя и напоминаешь себя прежнего. Насколько ты, по своим ощущениям, мотивирован сейчас? И как ты считаешь, насколько вот этого запала у тебя хватит, по своим ощущениям опять же? Неудача тоже бывает у каждого бойца. У меня ничего не изменилось. Я как тогда готовился? Точно так же готовлюсь. Ничего не меняю. Те же тренера. Вся та же техника, просто разнообразие чуть прибавило. А так все как было, так и остается. Я не знаю, почему сейчас так удачно выступаю. Тогда не получилось. Вауай. Если сравнивать бойцов, которые со мной дрались в UFC и сейчас, которые здесь дерутся, если их сравнить, эти ребята, которые со мной дерутся, они намного лучше. Единственное, Марага. Он тогда был топовым бойцом, но он тоже проигрывал. Я тоже мог его спокойно выиграть. Но так получилось. Так бывает. Что поделаешь. А так сколько я не хотел с ним подраться. Сколько ему писали. Ты тоже писал. А этот трус не согласился подраться здесь. А так другое. Бантарин. С одной ногой я с ним дрался. И то я его считаю уиграл. Первый бой, с которым я дрался, он тоже такой не топ-боец был. Который здесь, если сравнить их с правей, это большая разница. Этот правей намного лучше, чем все они вместе с этой. Так что дело не в оппозиции, там, туда-сюда, кто с тобой дрался. Просто тогда не получилось. Сейчас получается, может, потом у меня и дальше получится. Если я там окажусь, то его узнает. Ну, наверное, внутри сидит, да, такое желание, Магомед. Учитывая, что насколько обидно вот эти комментарии читать под твоими постами. Наверное, есть, да, такое желание вернуться и доказать, что со второй попытки, что тогда была случайность какая-то или недочеты. Конечно, в Сломбеке есть такое. Я хочу туда вернуться. У меня есть желание, мотивация, все есть. Ничего никуда не ушло. Есть предложения даже есть. Единственное, у меня контракт сессии еще на один бой. Так что посмотрим, брат. Если руководство согласится, они захотят, что я бы обратно там выступал, подеремся и обратно вернемся туда. Ну что ж, да, что ж, Магомед, мы с нетерпением ждем твоего возвращения в клетку. Мы знаем, что это гарантированное зрелище. Тебе желаем побыстрее восстановиться. Ну и я думаю, ты примешь правильно для себя решение и болельщики от этого только выиграют. Будь это титульный бой или какой-то другой бой. Большое спасибо, Сломбек. Заканчиваем все это. Я просто хотел отдельно поблагодарить наших тренеров, которые каждый день с утра до вечера нас готовили. У нас в клубе «Ахмат» постоянно получается 5-6 человек на один турнир готовим. Им очень трудно на самом деле. Мурад Бичую, Сайхан Жамалдино, Альбиджин Беков, Дуква Берсанукайов, Ваха Садыков, Зинамхан Гаиль Беков. Большое спасибо. Байсвами.